МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В холле Академии была организована выставка снаряжения и оборудования спасательного ведомства. Руководители Министерства и Академии также подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в области подготовки управленческих кадров по вопросам защиты населения. Мы сейчас обговорили это соглашение насытить и внести конкретные действия, которые будут направлены на безопасность наших граждан и в том числе усилить в какой-то степени, может быть, и управленческую составляющую. Образовательность составляющая очень важна сегодня. Точно так же эта составляющая важна и для нас, и для наших будущих спасателей, и для тех, кто сегодня руководит вопросами обеспечения безопасности. Поэтому мы сегодня несколько целей преследуем, и я надеюсь, что у нас все получится. Почему звезда цирка сменила манеж на вольер в зоопарке? Что появится на месте заброшенных домов на проспекте Держинского? И с какой проблемой жители улицы Гай обратились на горячую линию СТВ? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасия Винчо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказано, сделано, на проспекте Держинского и улицы Папанина уже начали сносить заброшенные дома. Генеральная уборка в городе приступили к сносу неэксплуатируемых строений. Так на месте дома номер 22 по проспекту Держинского остались только обгоревшие доски. Судьбу здания скоро повторят дома номер 17 и 3 по улице Папанина. Постройки совсем обветшали и только являются рассадниками беспорядков. По данным МЧС, только за прошлый год в нежилых домах произошло полсотни пожаров. А ведь на месте потрепанного временем здания могут появиться детский сад, школа или новенькая многоэтажка. Бомжи постоянно лазят. Эти люди не владеют собой, есть угроза пожаров. Скорее бы это уже снесли к богодельню. Али-оп! Сложными трюками удивляет посетителей новый обитатель зоопарка, бывшая звезда цирка, обезьяна Нюра. Принцесса зоопарка в столичном зоосаде появился новый постоялец, звезда циркового бомонта, обезьяна Нюра. Ее прошлому позавидует любой артист. Сотни выступлений на главной цирковой арене страны, многочисленные гастроли и, конечно, народная любовь. Сейчас из-за почтенного возраста Нюра отдыхает в зоопарке, но каждый день ее навещают бывшие коллеги по манежу, работники цирка. Она получается, ну, как, почему у человека? Это я член семьи, такой, как ребенок, наверное. Может быть, это так смешно, конечно, звучит. Я ее люблю, скучаю по ней так же, как и она по мне. Ваши видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт. Открытие по телефону горячей линии 1-600-700 и помните нам важные подробности. Четыре детских сада откроют в Минске в этом году. Новостройки появятся в микрорайонах Каменная Горка, Лебяжий и Масюковщина. Образовательная копилка города пополнится и двумя новыми школами, которые откроются в микрорайонах Каменная Горка 4 и Лебяжий. Первой своей двери распахнет средняя школа номер 56 во Фрунденском районе. Открытие запланировано на начало марта. Для спортивного воспитания школьников в новом здании оборудуют бассейн и тир. Однако акцент при обучении все-таки планируется сделать на творческое воспитание подростков. Подбираются творческие учителя, любят рисовать, музыку. Предполагаем, что у нас будет открыта художественная галерея, где будут проходить художественные выставки. Причем совместно с детскими работами будут выставляться и картины профессиональных художников. Наши работники планируют создать музыкальный хор. Актеров уличного театра будут готовить специальные лаборатории. Необычный культурный проект стартовал в Центре современных искусств. На протяжении четырех месяцев артисты одного из интерактивных театров будут бесплатно давать меньшанам уроки актерского мастерства. Первые три группы уже сформированы. Занятия будут проходить раз в неделю. Своебразным экзаменом для участников станет выступление на форуме уличных театров, который пройдет весной в столице. Ученики и учителя в лаборатории разработают сценарий и покажут свои интерактивные спектакли. В программе этих занятий различные тренинги, мастер-классы по пластике, по импровизации, по танцу, по взаимодействию с людьми, что немаловажно для уличного театра. Это является его спецификой. Я очень надеюсь, что все получится хорошо и в конце концов родится очень достойный спектакль, который в течение лета будет оттачиваться и к концу летнего музыкально-туристического пешеходного сезона получится интересная такая продукция. Подземные высоты популярности. В 2014 году услугами Минского метро воспользовались более 300 миллионов раз. Сотрудники столичной подземки подвели итоги работы за прошлый год, которая показывает, что практически каждый четвертый пассажир в Минске выбирает именно этот вид транспорта. Кроме того, подсчитано, что в среднем каждый день услугами метро пользуются более 870 тысяч минчан и гостей города. От официальных данных к оценкам минчанок, какие виды транспорта лидируют в народных рейтингах, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Метро. Зимой тепло, летом прохладно. Ну, ждать не надо, ездить часто. Так как я живу недалеко, мне удобен автобус, поэтому на нем и ешь. Был недавно студентом, конечно, метро, автобусы, троллейбусы. Самый лучший троллейбус – это транспорт, потому что он тихий, во-первых. Не надо, чтобы трамвай грохотал в городе. Во-вторых, никаких дизельных газов. Троллейбус, маршрутка, метро. Три нужных транспорта в городе. Метро. Быстро, удобно. Ну и как-то, в общем-то, относительно комфортно. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, о которой всегда рядом работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи.